Всем привет! Сегодня в нашем выпуске Storm Spirit. Приятного всем просмотра. Этого героя патч тоже затронул, и мы сейчас будем это разбирать вместе с Тексасом. Всем привет! Да, всем здорово! Поглядим на Штормецкого. В целом, героя подапали. Вот если бы Сумаю, как старый добрый, катал в миде, думаю, что на НТ бы развалил на Шторме, но... Теперь он керри. Так что кто-то другой будет разваливать на Штормецком. В любом случае, будет в миде, мне кажется, этот герой. Если бы он знал, что его собираются апать, он бы не пересажался бы. Может быть, может быть. Или Штормкерри будет от Сумаила. Ну, КБ-то, конечно, вряд ли, но такое. Да, в плане изменений там не так много было на самом-то деле. То есть ему чуть-чуть добавили дэмэджа с Ревинанта, на первом левеле так же. Потом подняли на 5 единиц за каждый левел, то есть, ну типа, плюс 5, плюс 10, плюс 15. И Расхутман уменьшил был на ультимативную. То есть, как бы, по спелам вроде бы все. И там чуть-чуть таланты местами поменяли. Была хп-шка вот у него на 10 левеле талант, встал он на 15. И вот Ревинанта уже свапнули. Правый талант его, в общем, свапнули. И все, как бы, изменения минимальные. Шторм ветки был, ну, он был нормальным героем. В старом патче он не был там, как бы, совсем убит, скажем так. Его пикали. Просто сейчас, как бы, его чуть-чуть подняли, подапали. Да и все. Судя по всему, первая каточка. У Шторма раскликивается, по клавиатуре херачит. Пытается прийти в себя, проснуться. Видать, только глаза открыл, протер, чайочек заварил и пошел за ка. Кстати, на самом деле, Грим Строг это один из лучших героев против Шторма. И это такая переигровочка, получается, была от врагов. Наверное, Грим все-таки после пика Шторма залетел. Ну, вроде нестандартный. В МИД, опять-таки, залетает. Против Шторма, вроде бы, и норм. В плане того, что там Сайленс будет залетать. Вроде бы, и неплохо смотрится. При этом и по крипам Грим Строг всегда проседает. Потому что тоже может линию быстро запушивать через чернила своей. Интересно будет, как будет закупаться Грим в этой игре. Посмотрим. Но вообще, герой очень противно. Особенно с Аганимом. Это ж вообще... Грязь. Ну, да. Потому что Армейский, конечно, себе купил сразу парочку расходников. Купил себе мантию, чтобы чуть больше было дэмэджа. И маны было больше, потому что спамит своим реминантом. Ну, и сразу Боттл подвозит, потом на Ривид покупает. В плане раскачки взял себе реминант. Не улучшает его дальше. В целом, как бы, 120 урона хватает, в принципе. С данного спала, чтобы крипов подобивать. Ну, и улучшает себе оверлоуд. Оверлоуд, вкратки, за каждой... Каста заклинания. Будучи это реминант, либо вортекс, либо даже... Минимальный прыжок на болванкинг, на ультимативный. Заряжает вам оверлоуд. И оверлоуд... Получает доп. урон. Дорог 60-80-100 урона. Замедление атаки на 80%. И замедление передвижения тоже на 80%. И, в принципе, это как раз к основной спелл, которым вы можете и пробить противника, и вот так лисочек пофармить. Без реминантик. Потом еще и стакать попутно пытается. Здесь Штормецкий уходит под баунтируну. Ах, это грим строго под люка мешает. Крипов хотел поотжимать. Хорошо, что у него у вас так не удалось, а потому что он бы там грима мог достаться. Ну да. Принадал тэп сразу в центр, чтобы не возвращаться вот так вот боком, не обходить, чтобы не терять экспириенс. Решил сразу вернуться на линию. Ну, как бы, опять-таки, тэпочка халявная, чтобы ее не приставать. Если ты, в любом случае, с этого получаешь себе плюс. Ну что, в теории, Шторм Спирит должен стать гораздо жестче, чем был. Что расход маны, это самое вот такое важное было для Шторма, интересно будет. Сейчас посмотреть, потому что я сам любитель Шторма, у меня куча на нем игр сыграна. И тут еще, что примечательно, он же здесь под котлом будет. Это не просто Шторм, это... Ах, ты мешаешь, засранник. Хороший выход от Земелья, прям в спину зашел. Там вижена не было у Шторма, хотя Земель, я, скорее всего, использовал смог. Ну, он просто шел по кромке леса, в принципе. Выходил под четвертую минуту, под контроль руны воды. Так что отличное перемещение от суппорта команды Сил Тьмы. Руну отжали, фраг сделали, вообще кайф. При том, что без ресурсов остался у нас по этой гуналинии этот товарищ. А, кстати, вот еще и минус. Он ТП-шку дал весь сейчас возле пачки, когда стоял. Дал ТП-шку на линию, у него ТП-шка в кулдауне. Ему пешком нужно на линию идти. Ну, вообще, там 6 секунд было, мог бы и подождать. Ну, он оставил на потолке. Да. Ну, да. То есть, в принципе, смотри, вот сейчас вот прошел кулдау на телепортацию. Он уже около Т1 вышки. То есть, в принципе, он там потерял, ну, сколько тут, 6-7 секунд, чтобы дойти до линии уже полноценно. Ну, правда, земель тут под люка сидит дальше. Не хочет уходить. Айвар поставил прям в центрю. Досадно очень. Да, ты что. Ай-яй-яй-яй. Вот это тильт, вообще жесть. Еще и гриф нажали, чтобы его крипа бафнуть. Разминают дальше здесь. Ах, тормап, катер, стреляют. Ах, ты чертов земелье. Подожди, он. А он сейчас земелье может убить. Да, подружка нормально надыкивает, этого тоже рудовая месть. Ох, если бы он сейчас 6-ой бафнул с этого, он бы еще и грима забрал. Да. Стоп, а он бойдет? А он апл 6-ой. Крипа апнул и даблогил забирает. Вот. Комбачная. Почему сейчас он так много питал дэмэджа, потому что инфьюзор эндроф спасает жизнь. А, кстати, у него там был вариант сейчас пойти забрать баунти у противника, но решил все-таки на базу сместиться. И, как видимо, не зря получается, он все-таки тэпку не выжидал время, а пришел на линию пешком, потому что сейчас на базу тэпнулся и уже возвращается обратно. Так что, на самом-то деле, получилось все правильно от него. Силы тьмы используют камеры. Ну и круто там силы. При этом опять покупает себе апсервер, нужно поставить его как-то правее, по всей видимости, чтобы земелье не выходил. Потому что там все-таки снимают вардецкий. Ну и пошел Лисач подфармить заодно. Тут котел рядышком, буду его немножко проапывать. Вот котел это... Котел под шторма. Котел под шторма это похоже как магнус под любого милишника. То есть ты просто постоянно бафаешь ему чакру, и он фармит быстрее. Еще и под стаки в этом вроде лежат. Дабл стаки делает, вроде как. Вообще кайф. Штормецкий там все дела очень быстро фармит. Ну, по шторма приятно стакать. И в лесу, и в правом лесу, и в левом лесу стаки делает. Если стаки делаются вот в тройку... Ой-ой-ой, слушай, а он может на пасть сейчас? Да, на развороте по дабл дэмэджу. Он вортуз в лицо, в датулочка пошла, на тебе, в дабло, и до свидания. Вылетаешь, вылетаешь. И фантома зафармить еще. Кстати, если бы не уроны дабл дэмэджа, то он бы вышел скорее всего. Нам прям с руки очень много, когда залетало. Это да, но не факт, потому что котел введу. Вот без датла бы не сбавился. Если дэшки точно. А так за дэшкой может быть без датла сбавился. Нормально так навалил. Ну, комбайкнесс получается. Да, причем даже больше, чем комбайкнесс. Да, уже 3200 натворца у него. Топ-1 на карте. Разгоняется, ему подстакивает еще, что тоже важно. Он скоро этот дебл подфармит. Там еще котел продолжает стакать. Дабл стаки на котле делать несложно. Тыкнул там, поддул и все. И стак сделал. Приятненько. Что ж, должен быть доволен. Подвозь себе постоянные расходники. Подвез себе. О, отличное кольцо упало. Ничего себе, ему тут прям дота подсобить решила, да? Да. Подвез себе Clarity. Рейндроп, кстати, отлично купил себе. Потому что тут довольно-таки много мага урона. И вот во время того, когда было нападение в него, у него были свежие рейндропы. И вот прошло там сколько? Ну, две минуты. Прошло там две с половиной и три минуты. И у него уже рейндропы закончились. Ну и пассив для региона маны ему. Залетает небольшой. Очень сложно, конечно, с гримом бороться. Ну, пока... Там пока фантом слабый, так все пытается. Замасил. Ой, хорош. Первого. У него 10 стиков еще было. Так что он по-любому его убивал. Угу. Либо еще манки. Котл, дай мне ману. Взял ПТшку. ПТшку, конечно, подрубаю себе сразу же. На интеллект. Есть колечко. В целом, как бы по мане пока проблем особо-то и нет. Рейнд 10 вот под... Клэрри Тосом. Еще и упал, кстати, тоже приятная шмотка. Ах ты, противная земля. Ах ты, отжал. Ай, не успел. Стой, азбр. Кудочка бы. А что он спускать-то не отпустил? Надо было спускать раньше. Че-то как-то он завтыкал. Чуть-чуть. А, блядь, Звилищий вард нашел. Если зайдет хаграун, сломает еще и опс. Который Шторм ставил не так давно. Так, Штормецкий решил себе выйти в покупку Орчада. В принципе, есть... Это как бы даже старый вариант, получается, сборки на Шторма. Есть у нас сборка там через кайю какую-то быструю. Есть сборка как раз через Орчад. Орчад хороший, если есть у противника героя сейверы. Какие-то там а-ля Оракл, там, не знаю, Даззл, Шадоу Демон. Только сразу их заткнуть. Ну, а тут, в принципе, тоже есть кого затыкать. Земелью там тоже, Дарксира подцепить. Виверну, которая тоже, как раз, сейвер. Вот из того списка, что я называл. Ну, да, он будет либо в Виверну, мне кажется, либо в Грима залетать. Промотаем эту паузу. Целых двое сразу тропнулись, хоть и быстро вернулись. Угу. Поэтому еще и ши стакаются от котла. Еще шикарно. Ну, это, наверное, для Кора, для Сва, мне кажется. Башню Башню Сил Света атакуют. Кто нашел, берет себе. Сейчас по времени немножко сойдем. 16, 9, 18. 19, 20. Отлично. Так, ну все. Тайминг. Тайминг кейс, можно и поесть. Ванни свистился, решил там немножко и линию отпушить, и лесочек пофармить заодно. Кстати, все-таки передумал. Вот у него был вариант, как ты себе орчит, решил... Ну, орчит был бы неплох, потому что, ну, есть кастеры и есть сейверы, которых нужно выгрызать. То есть, вот в плане шторма штурмота, ну, герой, который может перепрыгнуть весь файт и влететь сразу, ну, того, кто стоит сзади. А сзади стоит, как обычно, какой-то сейвер, либо врыватель. Но решил сыграть по стандартной нынче сборке через кайю с Сашу. Как бы и резисты, что важно. Ну, и, конечно, усиление классно идет по заклинаниям. Там, и расход маны у него будет меньше. И демеджа будет больше от заклинаний, что приятно. Кстати, можно в файт влетать. По идее, в ману-то есть. Тиммейт рядом. А, ЦК нет. О, курьерчик. Раз. Еще один курьер. Еще один курьер, вылчет выше. Еще и стаки. Еще один курьер сверху летит. Он видит? Видит, видит. Третий курьер, иди сюда. Три курьера и две пачки стака. Это все нормально? Офигеть. Тупо клад нашел, пришел. Курьер киллер. Так-то мало того, что он себе бабки поднял, а вообще и команде бабки поднял. Потому что каждый получает 60, 60 и 40 золота. Каждому налил. Нормально так? Круто. Вовремя оказался в нужном месте, да? Ну да. Смотри, получается, если 60 каждому, это типа 300, 300 и сколько? И 200. О, вакуум. Улетел. Мана уже в очкову осталась, затыкаю там атомом. А ну-ка забьет. Я сможем забить. Котел у котла, видимо, кд. Ой, там стяжка будет сейчас. Он ее, кстати, не тратил. Он может лететь на него. А что они не пошли? Они бы могли Рима убить. Что-то они побоялись. Хотя вроде некого было. Кай есть. Ну, кстати, с Кай посмотрим. Не знаю, вот пока что, наверное, чтобы полный мир ощутить, нужно прям поиграть на шторме. Насколько вот его ультимейт усилили. Не усилили. Я уже видел много матчей, там вы и пикали. А я вас заберу. Бляд, р-помощнее стал. Ну, деку ворвался. Суть-то, чтобы паковать немножко начал. Если уж как бы поумерит, отдохнет. Переведет дух, да и будет нормально. Так, смотри, вот, реальный момент с курьерами. То есть получается, что каждому по 60, по 60 и по 40 золота. То есть на команду он поднял 800 голды, прикинь. Просто три курьера упало, 800 золота. Ну, это жестко. Общий натворство подрос. Пойдет так. Серьезно. Подапались. Да, в плане раскачки Штурмецкий. Ну, в плане таланта. Вот раньше был талант у него на... На хпшку первый, да? Было плюс 20 хп, по-моему. А теперь стало плюс ворк рона к статик лиминанту. Но все-таки левый талант он попрофит не будет. Это получается мана в секунду. А Штурмецкий игрок, который очень много мана тратит. Ему регент прямо не помешает. Решил сразу взлетать в замес. Но подкатывать земелья. Упекает Штурмецкий, потому что Штурмецкий один воюет. Слушай, а я его заберу. Ну, зажеру кубки в этом парке. Хотя там инвиз, инвиз прожали. Ай, в погоне пошла. Тихо. Суэн, помоги. Братан. Тихо. Это кто его плыл? Это котел. Боже мой. Котел засранец. Почему он сейчас умер? Потому что котел дал Блодинг Лайт. А там был Миксуэл повешен. И только сработал дэмэдж по шторму. Руинил котле чисто. Реально заруинил жесть. Он бы выживал тут. Точно жил бы. Но котел решил, как бы не, братан. Лови подачу. Ну ладно, котлу можно простить. Он много по игре сделал. И стаков кучу. И мана заливал. Бывает. Ничего страшного. А правда. Так вот, в плане таланта, в принципе, талант хоть поменяли местами и не будут качать. А вот раньше, получается, на 15-ом был талант на плюс, сколько там, 60, наверное, урона от Триминанта. И скорость атаки. А сейчас вот хп-шку поставили. И вот интересно, что он будет качать себе на 15-ом. Потому что на 10-ом как бы тут без вариантов мана залетает. А вот на 15-ом хп-шка, в принципе, вроде бы и неплохо. 250 хп-шку. То нормальный буст получается. Там Шторм с бкб-шкой будет уже по хп. В хп, в принципе, неплохо. Но мне почему-то кажется, что он возьмет себе скорость атаки. Атаксвит? Да. Посмотрим. Что хп повесили, кстати? У него просто билд через кайусейш. Плюс он на бкб покупает, в котором тоже куча хп есть. И в целом ему, по идее, должно хватать. Мы не смогли Шторма затыкнуть. Промески пока доджи в агрессию от Лайвстилера. Подходит к Виверни. Акдарова, братан. Я на хграунде буду тебя тыкать. Протыкивает неплохо. Очень правильно все сделал. Сначала поставил времена. Не стал сразу стягивать. И правильно. Потому что если сразу байстину, он бы Виверни не убил. Ему урона не хватило. Очень мало мана осталось, пока он не рискует. Понимаешь, что лучше сходить на базу. В принципе, мог бы сейчас немножко на ассистах, видимо, подзаработать. Если ЦК кого-то убьет. Но быстрее будет на базу сместиться, в принципе. Тут он прав. Сегодня там еще и апсы. Есть. Он поставит как-то варды вставит. Видимо, понимает то, что поставит варды более профитные. Потому что это Шторм, который может даже без смок-атаки зайти куда-то далеко-глубоко. Точнее, прыгнуть. И уйти. Поэтому и сам варды себе... А, нет. Дропнул варды. Альтмирана, давай, забирай. Может быть, напоминает команде, что, пацаны, варды нужно вставить. Так, ну, в целом... Верхнюю башню силы атакуются. Пока что все ровненько. Бернеземелье, наверное, испугался. Думал, в него уже летят. Возможно. Было бы забавно, если бы он под себя камень кинул в этот момент. Типа обделывался. Верхнюю башню сил света атакуются. Разрывная. Говорят, Свену не достать тебе им шеи. Решили сами забрать. Но я думаю, что Свен очень недоволен такой ситуацией. Он как раз в эту сторону идет. Шторм тупо им шеи забрал. Хотя, может, обговорили, все-таки это БКБшка. По идее, Шторм с БКБ здесь бессмерт. Он будет летать в Винтер Виверну. По-любому первым. Потому что если он не в Виверну летит, то, скорее всего, это все печально закончится. Ну, да, быть под СССР в Кастолон. Это нужно. Сложно вообще без Арчидо. С Арчидом было бы попроще играть. Ну, плюс-минус. Знаешь, тут есть как бы свои плюсы и минусы. Потому что все-таки от КАИ хороший идет бонус. Вот плюс интеллект, плюс мана, плюс урон цена не растет. Плюс у тебя усиление регена залетает. Плюс ты еще регенишься. Ну, в смысле, усиление регена маны залетает. Плюс ты регенишься от вампиризма с загляданиями. Так что, в принципе, от КАИ хватает бонусов. Арчид, как бы, да, вариант, как бы, залетать и затыкать его. Пытаться делать какие-то одиночные фраги. Но, как не знаю, как-то нынче Арчид не такой частый айтем, как было раньше. Ну, он Бласт-тоун, получается, будет с КАИ делать, да? Он взял КАИ и БКБшечку, и, скорее всего, мне кажется, Бласт-тоун будет. Ну, можно, да, убить Бласт-тоун, но не факт, потому что есть еще вариант с Энджем. Хотя, смотри, в плане резистов... Ну, там не так много стана, в принципе, да. То есть можно выйти в Бласт-тоун. Нет такого прям контроля, который в него залетает. Какой-то дум, лассо, что-то такое вот. Чтобы прям можно было уменьшать время действия этих кнопок. Тэпки нет, а файт в центре возможен за вышку. Но лучше и доджить его парням из команды Сил Света, потому что Шторм не успеет подподтянуться, Свен тоже фармит. Лучше тавр все-таки отдавать уже. Ну да, Свен тоже хочет БКБшку взять. С БКБшкой уже можно будет. Тут и Шторму осталось немного до БКБ, они в любом случае сейчас будут зафармливать, потом, скорее всего, должен быть смог. Ну да. Там Свен еще далеко. Свен, там только 1000 золота на руках, 1100. И потом надо еще прям пофармить на данную шмоточку. А где шмотки? Второй тир, чего не падает еще? Пока одна упала. О, наконец... О, шаль на... Отлично. Отличная шмотка, конечно, Штормецкого. Сразу юзает Сверкин Ринка, но нет, в ключе, не забрал шаль. Хотя мог бы взять теории. Добавить демош. Вообще, по идее, должен забирать. Ну, решил, что все-таки не хочет пока. Почему? Не знаю, я бы шаль взял. Да, надо было брать, конечно. Ну, может быть, я решил отдать кому-то из тиммейтов, а кому? Тлу, может быть. Чтобы там дул плюс резиста добавится для котла. Непонятно. Ну, ладно. Тепку дал. Вот он сразу, как я кого-то видит, сразу взрывается. Вот открывает топку сейчас. Ой, свя, здорово! Хорош, и Вивер задоджил. Там Вивер поднимался на крылья, чтобы поймать его на топочку. И стрела здесь. Смотри, как быстро все сделал. Зип-зап, зип-зап, и всех поубивал. Очень быстро поездка с командой. Минус вышка в миде должна быть. Там еще Виверну вроде подцепили. Да, там Сверд сам справляется. Ладно, не сам справляется, там еще был рядом, что у нас кто-то котел, походу. Шторм не прыгал, потому что маны как бы лучше подригенить. Это за такими фрагами. Ну, нет профита лететь. А вот подслушали. Опа, еще одна шпотка падает. Тоже скипает ее, понятное дело. Поэтому не особо нужна моточка, граната. Фармит очень много. Вот в плане Шторма, Шторм это, наверное-таки, фармящий герой, который может быстро пачку фармить. Который может фармить Эншей в целом плевку. Видимо, то, что это вроде Энши, а вроде и падают. Прям на изичек. Потому что Шторма. Да, по таланту все-таки берется талант на атак, спид. Хоть и таланты вот меняли. Получается, бравые. Что-то их забили. Это поменяли. Спасибо, конечно, но мы их не качаем. Интересно, что будет залетать на двадцатом. Посмотрим. Ну, там как бы старые таланты. А раньше как... А что тут делать у нас постоянно? У нас там есть, получается, вортекс и ременанты. Ну, залетает вроде как ременант талант. Постоянно. Левый. Ну, вообще, да. Чаще. Да. Знаешь, даже, по-моему, когда аганим берется, ну, просто 0,4 это настолько мало. Ну, да, то есть... Раньше было 0,8, если не ошибаюсь. И это было прям вот норм. Ну, 0,4 это вообще жесть. Получается в два раза больше. Посмотрим. Я думаю, что скилевый талант и будет брать. Скиднул все шмотки 2-го тира. Странно. Так высоко теряет это колечко. Ну, ладно, 10 лет, 2 брони и 75 маны. Знаешь, почему 0,4? Получается ровно 3 секунды стяжка для того, чтобы метеорит можно было кинуть на стяжку. А-а-а. Э, воно как. Да, но, конечно, так никто не делает. Это бред. Но я думаю, это как-то связано было с метеоритом. Иначе, почему не 0,5? Или 0,3? Почему не 0,4? Ну, у вас любые там числа дети знаковые на какие-то скулы. Их там такие залетают приколы иногда. Когда они там водят пачку, что-то западают. Ну, вообще, тема прикольная. Если так чисто парофлить, то огонимная стяжка под метеорит — это прикольная тема. Угу. Можно. Заюзать. Фрометский решил добрать себе шмоточки пока. Да и, в принципе, Сван фармит. Сван вот только себе взял БКБшку сейчас. О! А там БКБха. Кайф. Попытка выйти по шторма. Или что? Блин. Ну, блин, что он опасный. На кону летел на ман. Да, в плане городской телепортации, есть фишка с тем, что ты можешь, ну, как там, не знаю, на Зиме или там, на Фениксе, вот, на шторме. Ты вкастовываешь ультимейт. Время ультимейта ты неуязвим. Время ультимейта ты нажимаешь телепортацию, и ты тпишься, будучи неуязвимым. Ну, и летишь, пока тебе маны хватает, в принципе. Или можно сбить тпшку, но нужно бить, как бы, в картинке, где касается телепорт, не по этой анимации, а нужно героя, как бы, застанет. А герой, как бы, далеко улетает, поэтому, как правило, выживает. Можно таким образом доджить какие-то атаки в свою сторону. Ну, и плюс, опять-таки, этот самый мерзкий мув, когда он отпушивает линию, с базы как-то летает мотивно, летит там до центра карты, касается телепорт сразу на базу, чтобы, ну, потянуть время, чтобы там байбэки не вкастовали, либо если байбэков нету твоих поров. Тиммейты решили подарить немножко преимущества врагам. Подфидить, как бы это дело святое, конечно. Говорят, слишком все легко, надо усложнить. Узнали то, что Шторм дал тэп, узнали то, что Шторм бкб потратил, но все же решили драться. Это была ошибка, еще и байбэк потратили. Не очень получилось. Ну, за то, что Армецкий в это время. Опять-таки, пофармил и себе дофармил, фактически, покупку Бладстоуна. Бладстоун хорошая Шторма, потому что ты его можешь позаряжать, у тебя огромный легенд маны, у тебя хп растет, что тоже приятно. Будешь больше впитывать, будучи в гуще, отражения. Так что отлично. Еще и хоста есть. Ты бы на кого-то пойти найти? Было бы круто, конечно. Но пока еще никто не показывается на карте. Вот там в центре было видно вроде как Гримстроука. Его не успеют подъехать. Война закрепла между Свеном и Штормом. Все еще пытаются кого-то начать. Я его только одного не пойму. Какого хрена они смог не разбивают? А вот они как раз вроде собрались это делать. Сдали твоей команды. Ура! Вот, поехали. Но мы с ЦК поехали. Штормецкий на фул врыв. Ну, так можно прорваться. Маны хватает в принципе. Через мере здесь здорово. Надо протыкать его. Свен подкатывает. Ну и минус два героя должно быть. Сейчас! Ай! Не заблочил ему полет. Но благо ман. Вот это вообще не катил на рил ману. Рил прыжка. Подъезжает на стрел на задиле. Отличный шампур. Это минус еще и Гримстроуп. Должен быть. Трипл килл. Мегаубийство. Хорош. И вот стол заряжается опять-таки. Регион манова отличный. 27.5 на ману. Там еще и котел нет-нет подзаливает. Да? Ультергилл. Стоп. Рыбашка? Это где? Сюда. Опа. А кто это тут в деревьях? Иди сюда. Рыбашка. Рембашка. Рембашь на 23-й минуте. На 24-й. Даже... Дабл рембашь? Дабл рембашь. Хорош. Сочно. Вот это сочно. Вообще в плане фишки. Реминант он дает вокруг себя вижн. То есть можно в лесу поставить и видеть юнитов, которые в лесу пытаются против вас мансить. И он как раз и этим образом сейчас и нашел в лесу Дабл рембашку. 1700 золота для шторма. Солидно. Там еще дофигища опыта. У него уже 21-й. По таланту берется талант. Ну, как мы обсуждали, левый. На кулбаун реминанта. Верх кулбаун там вообще мизерные 2-3 секунды. Копеечки. Вообще кайф. И 20 лет стоунного уже. Уштермецкого. Кстати, удивительная какая-то игра. Обычно в играх, которые мы записываем постоянно кто-то в чар что-то спамит. Насмешки. Всякие комментарии. Что-то писать. А здесь прям что-то вообще, да, все? Как будто потери. Нет, там были комменты. Там что писали АХАХАХАХАХА. Там XD писали. Вот они буквально минут 5 назад. Ну, все равно, как бы, на фоне того, сколько пишут в других играх, это слабо. Ну да. Есть такое. Иногда даже мне приходится мутить игроков, чтобы спама этого не было. Это да. Он постоянно покупает себе Кларитосы. Опять-таки, это важный момент. Вот на лоу рангах как-то все забивают на расходники. То есть они как бы в доте есть, их покупают вот на старте там буквально там первые, не знаю, 5 минут покупать расходники. Они такие, да не, нахер надо, типа я так порегениюсь. А на самом-то деле, как бы, Кларитосы стоят копейки. Вас очень хорошо вот удерживает в тонусе по мане. То есть вы меньше там будете на базу бегать, меньше будет ситуация, когда вам не хватит кнопку поражать какую-то важную. Так что Кларитосы покупайте регулярно, постоянно. Мастхэв, маночка. Поднимем Кларито. За кого там? За Полярити. Как старые добрые. Алды помнят. Я решил выйти в Ликенсеру. В принципе, хорошая шмотка на подсейв. Во-первых, это как бы хпшка. Во-вторых, это реген маны дополнительно. Ну и, конечно же, сейв от Виверны. В основном, это герои, которые вы можете заткнуть. И после этого могут дать фокус. Ну и так, в принципе, у нас не так много сплок, которые могут сбивать Линкью в этом матче. Это что у нас? Это ульт Виверны. Ой. Ульт Виверны. Ульт Виверны. Есть ВКБшка. Просто один из всех поехал сражаться. Этого тоже. Этого тоже. Есть Уперскерс. Ну, у него вся егерта, если вы можете это позволить. Просто развел на все, что можно. Да в целом, да. Плевать. Он сейчас станет... Слушай, ты можешь наоборот это было? Ему погибнуть, чтобы он сейчас просто с фулманой уже тут всех бы убил сейчас. Там просто была плохая позиционка у него. Если бы там умер, то он был без БКБшки. Могли бы его там как-то зафокусить еще один раз. А так он отошел к своей команде. Умер в нормальной позиции. То есть тут его не поймают. Так как все. Он сейчас должен уничтожать его. Да, протыкивает неплохо сейчас у нас пока. Лайфстилера с вами подкатывает. Вот это проблема. Саппортов? На нас саппортов лететь. Конечно. Почему они на саппортов забили? Мне кажется, все-таки недоигровка от команды больше. Зачем вы берете Гулю, там за спиной стоят два героя, которых можно быстро убить? Если бы он еще тратит стан какого-то непонятного героя сзади два саппорта. Ну я не знаю. Тут на самом деле и команда как бы не успела. Я сам Шторм слишком далеко ворвался, слишком нагло. Потому что он полетел в толпу. Он с Аегисом был с БКБшкой. Но по итогу тратит как раз БКБшку сразу. Никого не убивает. Он вступает обратно. И вот нужно как-то было врываться, чтобы ну кого-то фокуснуть. А там просто команда друг друга спасала. Сразу сейвили Виверну. Ну да, мана уже нет. Успеет. 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 Хорошо. Ну такой, слишком наглый врыв. Можно было получше это все сделать. Еще и Свен умер. Вообще досадно. Вот Свену тяжело. Там Виверна сейвит. Нужно убивать Виверну первую под Свена, конечно. Нужно взрывать этого героя. Потому что Винтер Скворс и Кундом Брейс это две кнопки, которые прям полностью закрывают Свена. Да. Это проблема. И плевать на его на Творс. А Шторм не может за стяжку убить Винтер Виверну. Вот в чем проблема. Вот. Потому что Арчида нет. Все таки Арчид гораздо полезнее мне кажется в игре. То есть в теории как должна начинаться драка. Шторм должен улетать в Винтер Виверну под Арчидом. Там просто ее убивать. А команда должна в это время нападать на Грим Строка. Вот. Они просто контролят этих двух героев. Все. Драка выгодна. Не. Можно и так в принципе. Есть вариант конечно с тем, что могут ворваться из ТК на пару со Свеном. Потому что у этих парней тоже есть блендаггеры. То есть. В принципе если. Ну. Заткнут Виверну каким-то станом. То сразу ее взорвут. Потому что по Виверне там вроде бы нет подсейва. Да. Ну типа форстафов нет. Такого ничего нет. Чтобы засейвить Виверну. Ну там. Что там есть. Этериал. Что ничего. Ну Шотган есть только и все. И гривцы. Все что есть. Ни Глимеров. Ничего нету. Эх. Засранец. Пить не хватает. В какой раз себя сейвят. Это вообще земелья поцелула под базом с тобой. Не напидел уж точно. О. Штормецкий. Нормально. Виверна. Виверна кстати без байбека. У нее ультимейт был. Но они не знают. Какой-то проще. Протыкивает. 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 Да ладно стики. Спасают жизнь. Земели. И в итоге. Срабатывает взрыв от Гримстроука. Который был на земели. Офигеть. Стики застревили. Жестко. Куда они так полезли. Ну реально. Свен на топе фармит. Добирает себе Дайдаус. А ты наш фармит такой. Ох. Поехали. Ёло. И полетел. Может просто Свен попросил за спейсить немного. Заруинить. Может немножко по-друге нету. Как-то легко идет игра. Свен говорит. Сейчас я Дайдаус куплю. Парни. И пойдем заканчивать. Ну да. Так и было. Я забил вот в этом матче еще котел. Покупать себе огонь. Тут в теории огонь был бы неплох на самом деле. Под такие врывы. Под свой накай. Да. На самом деле. Там станчик. Чтобы там меньше было. А еще это все и под задувку. Под тяжкая задувка стан. Будет очень больно. Силу света укрепили свои сооружения. Что-то Земель решил вверх уйти. Команда вроде пушит мета. Земель на топе сдох. Бывает. Что же. Но вообще на самом деле. Свен ГДС потратил. Ну да. Это досадно. Ладно. Шторм. Шторм возвращается. Пока поформят. А враги сейчас должен смог разбивать. Как только Земель просыпается. Они должны бить смог. И идти драться. Потому что Свен. У них окно в 30 секунд должно быть. У Свена ГДС не будет. Ну мог бы тратить. В принципе. Это да. Это на самом деле офигенный шанс пойти подраться. Хорошо. Это теперь мое. Угу. Штормецкий поставил себе новую шмотку. На закуп. Это выход в Аганим. Аганим это АОЕ Вортекс. То есть вы подвязываете не одну цель. А просто толпу. Сразу. Вортекс. Запускаете. В радиусе 475. В таком деле приятно. И плюс это контроль сквозь линк на сферу. Допустим. То есть если вы конструете просто обычный вортекс флинку. То вы по целинку сбиваете. Таким вортексом. А так вы можете просто стынуть пачку. Вот это дело. И очень круто против миличника. Вот там наш 3 миличника. У противника. Ну классно. И взял себе шмотку. Вот такую интересную. Нейтральную. Робот церемониальный. И тут пушить тавр. Без ГДС. Враги сейчас должны были драться за этот тавр. Враги могут сами разменяться таврами в принципе. Почему бы и нет. У них там лес под контролем. А ванпост. Они уже захватили. Так что в целом норм. Но правда это из минусов то что. Сейчас теряют свой ванпост. А тут как ворошан скоро будет. Там через пару минут. И надо бы лес свой. Вернуть. Под свой контроль. Ну то есть они нажимают. Смоки походу под ванпост. Так понимаю. Они в смоках идут сейчас. Правильно? Да. В смоках идут. С инфестом заряженным. А то есть они подождали когда откатил ультимейт у Свена. И потом смок разбили. Да? Молодцы. Хитро. Хитро. Получше ж будет. Смотри. Поломали очень быстро СК. Кисбайбек умирает. Свена пытается покатить. Есть подсейв хороший. Вот Виверный. Сразу ведь Раскер. Свиняка ничего не сделал за ВКБ. Почти здесь. Затыкает форстаф. Это что за то упали. Раскайки не застанили. Бедного Свена. Его сейчас смогут убить. А нет. Игрис это имба точно. Забыл. Забыл. Прошу прощения. Смогли его там докайтить. Как его там вообще засейвили? Ну ладно. Не засейвили. Убили. Ну вот видишь. Не зря подождали. Блин. А это на самом деле очевидно. Потому что они драку проиграли. Ну там свол просто был. Они шли вместе. Они были заряжены. Они готовы были ворваться. Повезло то что они смогли быстренько вырубить этого. Хаус Найта. Цикатов за катоники. Там нетворса мало. Удачно вышли. Угу. Согласен. Досадно. И Штарма не хватает урона. Вот Штарметки вроде бы и неплохо все делает. Но дэм уже не хватает. Не мог его поубивать. Урон всего лишь 200 с другим. Он пытает. Ну тут шторм абсолютно в самом деле. Нужно больше. Ну да. Какие то какие то плюсы все команды вывозят. Они должны были проиграть все равно ту драку. А Гульта с башера? Не без башера. Меня ищите. Нормально сбежал. Харметский. Ну благо таймер наш. Она большой. То что все ломки откатятся. Кстати он Риминан взял все таки. Ну да. Обычно его берут. Левый талант на двадцатом. На двадцатом? Ну да. Я уже говорил про это. И вот сейчас интересно кстати. Вообще правый талант сильнее чем левый. Но он берет левый. Что очень странно. На вортекс или что? А ты на двадцатом? На двадцатом. На двадцатом да. На двадцатом. Да. Но левый талант должен признать. Вроде был. Блин. Блин. Правый талант подогоним это вообще им бища. Угу. Поймали Верану. Штормец полетел сейвить иммейт. Залетает в толпу. Опа. Хорош. Сейчас Веран. Заваливает. Блин. Демаж это ноль. Ха-ха. Главное что засейвили. Герой тоже его остался. Надо продолжать за место. Пока разрывают у нас мидера. На секундочку. Берем строка. Нужно как раз немножко позвонить. Виверну. Найди Виверну. Опа. Стамп пошел. Иди сюда. Взорвать ее. Взорвали. Отлично. Раз и проще. СВН нарезает. Двойную тычку ты повесить свою дал. Найс. Накусал в спину этот засранец. Последний остался. Но все таки слишком плотный товарищ. Стамп на 4 секунды залетает в лицо. Попытка его убить как же сложно. Ну тебя нафиг. Они его хрен убьют на самом деле. Без СВНа. Блин. Слишком много накусывает. Ну хороший файт в принципе. В любом случае. 4. 4 в 1. Жаль что этот 1 это Свен ваш. Есть конечно нюансики. Небольшие. Но Свену нужно уплотниться. У Свена слишком мало армора. Он играет все еще без кираса. Даже без плотмейла. А Гуля там снимает ему через изолятор. И все. И откусывает ему все лицо что остается. Ммм. Да ну. Будет пытаться Гуля убить что-ли? Не. Рошана ждут. В принципе Штормецкий конечно может бить Рошана. Но долго. Ну благо там нет Дарксира. Нет стенки. Нет Дарксира. Нет Винтерскерсы. Так что Рошана протыкает. Долго. Но убивают. Да. Враги задефить не успеют. Ну то халявно. Враги задефить не успеют. Ну то халявно. Руна регенерация. Вообще кайф. Тут Шторма есть как бы. Раньше была. Реген это лучшая руна для Шторма. Сейчас как бы вот есть порядки. Либо Реген. Либо Руда Волшебства. Мода руна хороши. Для Штормецкого. По кайфу залетает. На необходимости резистов. Если есть какие то Дум. Дум. Лассо. Там. Много станов. То тогда. Через Сэнш. Кайфу. Если нет. То тогда через Бладстоун. В принципе норм смотрится. О. Кстати шмотки падают. Так то уже. Четвертого тира. Что то повыбивать. Вич Бэйн. Кстати хорошая. В принципе шмотка на Шторма. Потому что ты залетаешь. И сразу снимаешь какие там гасты. И так далее. При помощи. Сабжейта. Сабжейта. Плюс. У Шторма много маны. Вич Блэйд на самом деле. Прикольная штука. Да. Так мало. Он же бьет не от своей маны. А от маны противника. Ммм. Жертвы. Ну ты если имеешь дуэт пассивку. Да. От маны жертвы. А там в принципе. Ни у кого нету. Много маны. Ну там 4%. В любом случае нормально. Он залетает. Тут больше как знаешь. Какой ТП. Что ты не там кастуешь. Вообще не там. Ладно поймали его. Надеюсь я егет. То есть поможет мне подслить. Главное чтобы команда вот где подлети. Надо чтобы подходили. Конечно. Он уже с полмолной сейчас будет. Надо бы вверну забить. А маны нет. О. Свен полетел. Верну надо летать. Вверну надо летать. Вверну надо летать. Да. Вверну. Вверну. Стяжка есть. Нужно быстро езжать в фокусе. Баши. Баши. И забить бедного Свена. Такой себе приват Свена получился если честно. Вот опять как-то он странно врывается. Вроде бы инотворство дофига тип. А исполнение как-то хромает от Свена. Да. Файт продолжается, да? Решили драться дальше у нас. Там уже открывается МПС. Пошел Лобиса Блейд. Затыкаю ЦК. ЦК подсейвить бы. А как? А никак. А почему файт продолжается? Почему не ушел? Скоро убили. Да. Решил что и так нормально. Зато не так играл. Он там неверно сейвил опять. Ману уже почти не остался. Чтобы летать. На максимальный рейндж. Просто все рассыпнули парня. И так слишком много отдали. Капец. А они же пуши сейчас пойдут. Но это ему повезло. То что он все таки левый на 25 взял. Он знал. Он понимал. Он предвидел видимо то что будет такой момент. Он видел как играет Свен. Он видел как в этом МПУ. Он видел смерти Свена. Он говорит а. Понятно. Тогда левый. Значит левый. Да. В этой игре точно нужно брать левый. Ну да. Он реально очень долго в замес перемещался. Стармобили били били били. Он когда-то бежал в конце замеса. Врубил там ГДС стан. Убил типа кого? По земелью по моему и все. Его просто в спину накусал лайфстилер. Потому что Свен его не пробивает. У Свена МКБшки нет. Армора мало. Вот даже он сейчас его покупает. Ну Свен собирает себе шмотки. И он покупает себе Керасу через покупку всего кроме брони. Неплохо стянул. Но очень рисковал. На КБ есть. Бастон есть. А почему он не смог улететь? Башет наверное сработал. Возможно. Не обратил внимание. Так будет фишки сделать по идее. Сейчас полную ману. Прыжок там через. На пол карты. Ну вообще на самом деле очень даже неплохо. Выбили бэбэк со Шторма. Это. Гарантия того что если они в следующий раз выиграют. То они смогут зайти. Потому что Шторм. Нет ну конечно. Против Котла тоже. Далеко не просто зайти. Но все таки Шторма поймать тяжелее чем Котла. Угу. Ой это Реген. Ой Реген. А МВИС. Причем прощение. А МВИС но он байтится на МВИС сейчас. С МКБшки нет. А что ты делаешь? За сейвер? Ух. Грана. Это было близко к поражению. А знаешь почему он за сейвера? Потому что МВИС это Мбайт не контрится. Ведь она была далеко. А больше никто не покупает себе достынь. Ну это классика. МВИС на всех рейтингах. Домба. Ну да. Ну блин там же есть лоты. Вот у земель там есть лот под досты. Почему такого верно есть смоки досты. О смоки досты эти. Морды досты. А Свен ты там нормально себя чувствуешь? Ты там что делаешь? Сейчас тебя опять раскайтят. У тебя раскатят по Свену. Понимаю. Ого. Гений. Как же ему помогает атак спит его. С гиберстоуна. Блин у тебя есть даблтычка. Ну купи себе как бы кирасу через плейтмейл. У тебя брони нихера нет. У тебя ж убивает постоянно. А что они сделали? Ура. В лесу героя загоняли. Ура. Был убит. Эх штурмецкий. Вы что не попытаетесь найти что ли? Ура. Кстати он остановил нас и киво. Это офигенно. Это офигенно. А зачем они тэпнулись? Вы что больные что ли? Вы же пушать должны были идти. Ммм. Повелись. О кстати в плане шмотки я только заметил. У него офигенная шмотка упала. Таймнесс релик. Это и больше действия отрицательных эффектов, то есть больше замедления будет работать, будет Vortex как раз таки тоже плохо работать и больше урона. Классная шмотная шторма, очень хорошая. Повезло, повезло. Фланты все улучшают еще и вот второй ветки, тоже кайф. Что-то я немного в шоке с того, что произошло. Они должны были идти в Т2, ломать и форсить байбэк Свена. Просто два саппорта улетают на шторма. Зачем? Не знаю, хотели его подловить, возможно. Думали, что получится поймать, но шторм очень быстро прыгнул. Ну, в принципе, они там делали тпшки нормальные, то есть они там через леса летали, его успели за шот ганить. Но был бы Хекс как раз, а не Еблейд. Тогда могли бы и поймать. А вот Хекс появился, ай-яй-яй. Но это очень опасная гримстроука, Хекс. Да, ну вообще странно, что грим все я не купил в этом матче Аганим. Аганим тогда он хороший. Хорошая иллюзия. То есть со Свена вот такую бахаешь иллюзию и все. Эта иллюзия в теории даже сделает больше, чем сам Свен. Было бы Нормыч. Травецки отпушивает линию. Вот та самая фишка. Да против него хрен зайдешь. Вот если бы еще и Кунка в их команде был, то это все забей. Вечная деф-база. Так там и так Котел есть. Куда уже еще? У тебя Шторм и Котел. На такой стадии Котел уже вообще в принципе никакой роли не играет. В плане там заливки маны я имею ввиду. А с Кункой там вообще... А теперь я здесь. Котел решил, что все-таки Аганим будет менее профитен, чем выход в Блотторн. Интересный вариант, конечно. Пусть я орчит уже и Блотторн формиет. Ну не знаю, вот опять-таки лампа вроде бы неплохо смотрится. Хотя лампа Кулен быстро убивает. Но как бы он тогда очень много тычек даст в лампу, чтобы взорвать. Вилл оф висп. Ну не знаю. О, Свена. Здорово. Свена, текай. Свен, ну жми кнопки. Не? Там здесь нахер кнопки жать. Зачем? Кнопки жать. Твою мать. Наверное, просто так горит тут пацанов с этого Свена в этой игре. Вот, примерно вот так. Я думаю, это... Вы понимаете, что это за смех. Это такой немножко истерический смех. Свен. Как ему повезло, что в его команде шторм и котел просто. Они хрен дадут зайти так просто. Да, Наршан. Наршан старается. Если бы сейчас еще тайминг Рошана бы выпал, и враги бы пошли забрали Рошана, это все это... Очень, очень красивые цифры у шторма по хп. 3-2-2. Примерно как игра своя в этом матче. Да. На ману еще что-нибудь докупить, чтобы и маны было 3-2-2. Чуть-чуть добрать. Ломали вышку. Полетел. Дипзап. Поймаешь его. Не долетел немножко до пачки. Там пару крипов осталось. Там у нас какой-то завесный мчаев. Поймали там Мирану. Есть кекс. Пьют котла. А как больно спасать. Хороший вортекс. Хорошая страшочка. Ну как жалко, что Свена сейчас нету. Просто стан один туда, в эту толпу. Все. Они там все бы остались. Ну да. Падает котел. Разбивается. А как же больно. Крит вылетает. От бенжаза. Больно. Больно. Надо сбивать пачку. Он сейчас очень опасно сейчас играет, конечно. А что делать? Нет выбора. Такой матч проигрывать не хотелось бы. Все-таки у нас и были такие хайлайки. Дабл рэмпы. Курьеров вырезал. Вен сразу ГДС нажимает. Сразу же влетает. А ну давай Смэн. Давай, давай, давай. Смэн, поехал, поехал, поехал. Убей же ты. Наконец-то. Залупил одного. Продолжает второго. Давай, давай, давай. Хороший стан. Молодцом. Инвиз. А, инвиз не работает. Нормально. Минус готов. А Гуля в кого-то лез. Да, видимо, в Дарксира. Если два героя выжило, а Гуля нет на карте. А Гуля уже на базе. Гуля на базе, да. Да, уже на базе летел. Нормально, нормально. А деф? Хороший таймер. Потому что они мид не материали, и Рошан появляется через 40 секунд, а там не будет грима 80 секунд. Так что минимум одного героя не будет в файте на Рошана. Если Рошана будет чекать до конца. Нож армейский 7700. Кстати, у него же нет байбека, да? Еще сколько минут? Ну, две минуты еще не будет байбека. То есть, в принципе, можно купить себе хекс. Хекс. Рать литов. Опять! Выход! В Свена, неужели его заберут? Ну нафиг! Да твою ж налево, а! Не повезло, не повезло. Это тема рака. Ворды не ставят просто. И Свена виноват. Да там прям видно было, как Дарксир на него бежал. Почему он стоял на месте? Я знаю. Я шучу. Все там было видно. Я не знаю, почему он так играет. Так у него получается. А Гвайер получается. Может быть, в Тильте. 999. 999. 999. О, кстати, плохо. О, если баш прохит, нельзя подгулись стоять вообще. Потому что шторм за баш умирает. Это как бы как бы... Вивер на месте. Есть такая поговорочка среди никакого фестерма, что баш ловить нельзя, иначе в таверном отправляешься. Да. Генец прям на максимум. Подлетает за место. Накрывает вверх. Ах, я не успел за вортекс сидеть. Если бы убили на двоих даже здесь. Есть алибарда. Алибарда. Хорош, хорош, хорош. Инфест. А, нет, там не Инфест. Нам этот... Ничат Риминант. О, что земля залетает. Земля спасает своего тиммейта. И не позволяют убить лайфстилера все-таки. А в команде за тиммана его уже нет. Нужно бежать обратно. А там команду разрывают в это время. И Рошан забирают. Ну котел если что зацейвил шторма. Потому что котел дал хекс в Гулю, у которого был баш вроде Абисал уже откатил на тот момент. И он не смог за Абисалить шторма, которому сбила Ленку в интервьюерно. Короче, просто этот хекс он сейчас забажил от котла. Это да. Попрошение рефрешер. Оф, шторм. Правда? Было близко. Нет, не успел. А там как раз артефакты лежали, да? Да, да, да. Так, ну, браво, байбайк есть, ВМ встает. В принципе, без котла, я думаю, по дефать смогут. Да, штормецкий уже выжидает моменту для врыва. Полетел. Зип-зап. Минус вся пачка. Ой, типа. Аккуратно. Не, нормально. Таман хватает. Дальти до базы. Да. Ему будет 30-е. Там такое земелье проехал по этому, по направлению реминантов. В лицо так нормально отлетает у него. О, там земелье с аганимом. Ничего себе. Ну да, он уже сейвил только что аф-сидеров в замесе. Его почти убили, он там был в хексе, его могли дотыкать. Там был встал на 4 секунды. Но этот тенчат реминан был вкостован. У земель аганимный. И спас тиммейта. Штормецкий. Вот встали в куста, чтобы поймать шторма. Прыгает на блинке. Опа, кстати, шторма. Могут поймать? Меня не поймали. Он не смотрит туда. Летит в мид и сразу полет на базу нажимает, да. Угу. Покупать в Clarity, вот каждый раз. Залетая, чтобы попустили, денется. А Ботл пивает Clarity пьет. Бля, вот здесь позиция на самом деле неплохая. Ну ладно, все враги спалили. Вард. Хреново. Хороший вард там стоял. Сейчас зря он, мне кажется, полетел, его уже ждут. Там инвиз. Ух, был опасно, опасно. Ему пришлось тп тратить. Раньше была офигенная, когда вот тревела и телепорт, это были два отдельных телепорта. На шторме это вообще такой кайф был. Ага, было дело. Поставьте гейшку в закуп еще на 50-м минуте, чтобы побыстрее добрать тридцатый, чтобы быть уже максимально заряженным. Ну, понимаешь, что противника Aegis, как бы, сейчас нужно Тайером нападать. А рейтинг должен не дефаться. Потому что нет смысла провоцировать замес, когда у противника есть рефрешер. Пойди, у Виверны, да? Нет, не у Виверны. А, у Гримстрокеров два хикса, даже четыре хикса по факту, если будет связка залетать. Да, лучше задоджить пока. По крайней мере, до выпадения Aegis. Ну, в целом, этим они не промышляют. Может, армецкий себе пока не там ждут, дофармит левел тридцатый. И будет доволен. О, кстати, у ЦК появился айтем хороший. БКБш, наконец-то. И что новое? Так будет проще, несомненно. О, книжка есть? Но не хватает еще эксперименций. Не хватает, да. О, там волшебство, офигеть. Далековато. Хотя можно, конечно, прыгнуть за руной? У него телепорт откатывает, он на телепорте вернется сейчас. Да-да-да, нормально, нормально. И на базу. Надо было прожать сразу. Нет, зачем? Сейчас поригенится. Сейчас поригенится, и потом уже будет с базой драться, чтобы максимум времени было под замес. Вот сейчас есть драку. А там Ирана пушит, кстати. Такой себе пушит из Ирана, конечно, но хоть что-то. Немножко провоцирует противника. Там есть каригенница. Нажимается смоук. Свен готов рваться. Так, давайте, полетели, полетели. Сорветки. Да-да, сейчас... Затем на Виверну. Под волшебством сейчас Ви Ази сделает нормально. Кстати, вот говоря о таланте. Классный талант для того, чтобы забивать ее диски. Вот именно талант на 20-ом, это вот, на демэш с реминантов. Точнее, не демэш с реминантов, а на реминантов с полет. Офигенная работа. Отлично, просто он взял его там, уничтожил. И вот против Виверна у нас работает, когда есть какого-то Брейс. Ты просто вот у героя так вот запрыгиваешь через реминантов и убиваешь его в подсейве. При этом минус 2 героя, и байбэк тратит у нас Виверна, и байбэка нет у Дарфсира. Чё-то как-то легко задефали они по итогу. Ну вот руна волшебства. Вечно полетуштормают. Да, сильная штука. Угу, классно прыгнул. Классный вижн опять-таки. То есть казалось бы их уже поджали под базой, но ворты стоят крутые от коллектива Сил Света. Суппорты молодцы. Крутые все делают. Кстати, Бластонов так там много, 28 зарядов. Реген мана пассивный 68 почти. У Штормецкого. И планирует себе Шиву. На Шиву нужно уже будет на что-то свапать. Может быть на ПТшку какую-то подсвапает данный артефакт. А, можно огонь им скушать. Ну да. Чё-то я совсем забыл. Можно же съесть артефакт. Ну кстати смотри. Так, почти три героя только живы у противника. А байбеки там вообще есть у них? Байбек есть только у двух героев. Не хватает на байбек земелья. Нет байбеков Виверны. Хм. Есть шансы даже сейчас пойти и как бы подзакончить данную КТ. Да, там все еще есть Аегис, но он уже заканчивается. И вот осталось сколько 20 секунд времени. А до торсира 50 секунд. О, здорово! Аегис хорош, ворвался очень далеко, очень глубоко, но почти уничтожает. Нормальный минус. Без байбека. Как же жестко работает. Этот талант правый на Шторме. Очень сильный. И все, и задоджили. Нажимает сразу ультимативно на Миранке. Обкатывается. Ну ты куда-то далеко поехал. Вы в курсе, что у вас как бы только трое? Я же понимаю, что ты парень плотный. Опа! Баста он засырил. Да, минус Аегис, минус кбш, минус рейш, сейчас будут тебя бить. Братанчик. Хекс. Захексили. Неплохо. Влетают. Есть Свет. И нарезать, не убивать. Вортек, все. GG. Вот так вот заканчивается матч. Нормально. Ну хорошо получилось. Хорошо. Первый пророк был за руной волшебства. Потом классно деп. Убили без байбека Драксира. И просто вот не отпустили. То есть если бы сейчас они играли как-то более пассивно. Если бы они там пытались, знаешь, как-то там. Сейчас дофармим, что-то еще сделаем и так далее. То просто бы, знаешь, такой простуд. Как обычно, очень долгие сборы на буш. И могли бы проиграть. Воскрес и все. А тут все быстро сделали. Круто. Сразу. Сторм. Свену. За благодарность. Да, да, да. Ну, моментов, конечно, было много, да. Непонятных от Свена. Я думаю, там любой бы подгорел с этого. Это да. Тут, наверное, даже зрители через экран подгорели с того, что Свен делал. Это да. Но, в целом, игра получилась неплохой. 107 тысяч нанесенного урона от Шторма. Офигеть. Это очень много. Солидно. Как два вражеских хора. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.